всех приветствую на комплексном анализе рынков с виталием шевченко поехали как всегда начинаем со статистики сегодня много статистики по еврозоне впереди нас ждут данные о германии вы по германии все достаточно негативно потом переходим на индекс потребительских цен еврозоны здесь ожидается небольшое улучшение показателя также как и по ввп еврозоны ну а дальше это как всегда у нас америка 1530 нужно обратить внимание на доходы и расходы физических лиц также в это время будет выходить данные по канаде ввп здесь ожидается небольшое ухудшение показателя ну и стандартно закрывает неделю мичиган здесь пока по прогнозам все очень позитивно со стороны более глобальной фундаментальной стороны хотелось бы отметить последние новости о крупных игроках которые делают большие ставки в опционах в преддверии ежегодного экономического симпозиума в джексон холл это непосредственно август инвестор сделал крупную ставку на то что к 10 сентября 2021 года рынок производных инструментов будет учитывать в ценах не 5 а целых 8 повышений ставки по федеральным входом к сентябрю 2024 года переходим к технике индекс доллара по маржинальным зонам обеспечения приоритет сохраняется нисходящий свете закрытия торговой недели достаточного укрепления рисковых активов плюс такого фундаментального фона ожидаю небольшой коррекции первая зона 90 90 90 95 более высокая 91 35 91 45 со стороны тактики адверза необходимо нам закрепиться за непосредственно 90 70 плотно четко свечами и тогда нам открыт путь в район 91 10 при четком пробитии мы можем сходить уже в район 91 35 валютный рынок пара евро доллар приоритет здесь у нас сохраняется восходящий пока мы далеко не ушли не выполнили полную коррекцию поход для нисходящей промежуточной зоны это соответственно продажа со стоп лоссом выше 1 21 55 первый тейк районе 1 20 55 ну если уж хорошо пойдем то можно себя ориентировать на 1 20 15 со стороны опционов картина по паре евро доллар выглядит по следующему я бы здесь обратил внимание только на месячные опционы то что мы находимся у верхнего верхней границы каналов кола это дает нам повод для того чтобы агрессивно стать против основного направления у нас здесь восходящий потенциал именно на продажу так с со средней сроком район 1 19 90 страны объемов ситуация по паре евро доллар выглядят по следующему достаточно плотно мы здесь стоим можем хорошо пойти тем более смотрите очень много заявок крупных на продажу поэтому сегодня как раз можно рассчитывать именно на коррекционное нисходящее движение первые крупные объемы стоят на минимумах район 1 20 55 ну и потом уже ближе к предыдущим минимумом как раз район 1 2 1 и 2 ровно 1 20 20 пара фунт доллар с этой стороны у нас также сохраняется восходящий потенциал стороны маржинальных зон обеспечения пока далеко не ушли агрессивная продажа со стоп лоссом выше 139 75 первый тейк либо работа по принципу сейфа половину отцепляем и фиксируем в районе 138 65 а так ждем перебить и минимума 22 04 и захода непосредственно 137 70 эта маржинальная зона плюс классика плюс недельная от эрка стороны опционов ситуация по непосредственно паре фунт доллар выглядит по следующему немного выше максимумов находится верхняя граница в принципе это уже дает все поводы опциончиком давить на то чтобы мы спустились ниже к нижние границы так со стороны месяца оптимальное значение между покупателями продавцами находится в районе 1 38 48 а сама нижняя граница 137 50 так страны открытого интереса первая остановка у нас сейчас произойдет здесь как раз больше покупателей в принципе коррекция для того чтобы на малых таймфреймах успеть на более выгодных ценах это непосредственно заход в район 139 30 встать на продажу ну и мы видим что как раз в районе 138 45 138 50 также большое скопление открытого интереса со стороны объемов ситуация выглядит по следующему крупные объемы на заявку встречается только при подходе к минимуму поэтому непосредственно здесь работайте сегодня по принципу сейфа напоминаю что у нас сегодня закрытие недели ну как вы видите неожиданные фундаментальные новости постоянно поступает но прикупить с более выгодных желающих также много поэтому имейте это ввиду это заход и подход непосредственно к предыдущему максимуму пара доллар сша японская иена здесь немножечко сложно с точки зрения расстановки ордеров на покупку если вчера было все достаточно четко сегодня первая область с меньшим объемом на покупку 108 55 108 60 далее 108 25 ну и самое нижнее это непосредственно 107 90 108 05 по тейкам сейчас смотреть не буду ну можно еще добавить небольшой элемент агрессивности на предмет того что будет укрепление индекса доллара это сейчас запустить пробный объем на покупку стороны опционов картина выглядит по следующему так мы находимся возле верхней границы кабинетки сужается говорит нам о том что сегодня может быть повышенная волатильность но мы знаем что данный инструмент он в принципе растущий так как у нас понеделем больше продавцов то в принципе можно ожидать на коррекцию желаемой области стороны маржинальных зон обеспечения но если совмещать это все с месячными акционами то 108 45 это будет как раз оптимальная точка страны опционщиков стороны объемов ситуация выглядит по следующему так крупные объемы в районе 108 60 ну и дальше как раз при подходе к 108 40 защищает максимуму на дальше у нас если только брать район 109 90 110 ровно опять же сюда нужно возвращаться на средний срок доллар сша канадский доллар вообще четко пошел тут усмотрел мой обзор и стал здесь по классике выход вернулись пошли все цели выполнили сегодня с учетом того что у нас выходит данные по непосредственно канадскому доллару и ожидается небольшое ухудшение то можно можно рискнуть встать на покупку здесь нужно работать с помощью фрактала напоминаю он находится в районе билла вильямса и по острию фрактала выставляете стоп лосс даже можно чуть чуть ниже потыку ориентируем себя на 123 20 и заход в район 123 55 в принципе да для тех кто понимает потенциал после такого сильного падения и не будет работать с стоп лоссом то работайте с усредняющей системой 3 либо 2 2 части вашего рабочего объема сейчас запускаем остальные в районе 122 21 22 30 это на мой взгляд более выгодный вариант работы по данному летному инструменту опционы по канадцу говорят о следующем я бы здесь обратил внимание только на недельные опционы где мы как раз находимся возле нижней границы опционного канала небольшой перелом может быть в район 12255 опять же это со стороны опционов со стороны объемов ситуация выглядит у нас по следующему так желающих продать достаточно много первую районе 123 40 препод потом при подходе 123 90 а вот покупателей только большое сосредоточение именно как раз на текущих уровнях на текущей области австралиец к доллару с этой стороны с этой стороны хотелось бы отметить классику непосредственно ту фигуру в которой сейчас у нас зажат данный валютный инструмент мы находимся на нижней границе восходящего клина поэтому если вообще агрессивно подходить то это понятно что покупка стоп лоссом ниже 77 45 но с учетом того что на европе может развиться все-таки укрепление американского доллара то здесь нужно смотреть за пробитием нижней границы опять же по классике возвратом и тогда уже вставать на продажу с целью перелом в район непосредственно предыдущих минимумов это 77 05 77 10 им интересный момент связан с дневным таймфреймом а непосредственно то что здесь вырисовывается голова плечи левое плечо есть голова у нас есть идет отрисовка правого плеча вот если она будет то хотя бы можно первое заработать на отрисовки правого плеча потом будем смотреть что у нас будет происходить с линией шеи будем ли мы ее пробивать но это средний срок и долгосрок но как мы понимаем что более крупные таймфреймы всегда пожирают был более мелкий поэтому еще раз покупка это сверх агрессивная лучше работать на пробитие нижней границы стороны опционов картина по австралийцу выглядит по следующему так понеделье мы ниже баланса это замечательно будет давить нас вниз но верхняя граница находится чуть чуть выше а это на не исключает силу хороших данных заход к месячной этой эрке время у нас еще есть и соответственно восходящей дополнительной зоне здесь нужно ориентироваться опять же на данные которые будут по выходить по австралии сегодня вышла смешанная статистика по китае поэтому серьезного броска вверх или выстрела до не ожидаем ориентируемся на общий фундаментальный фон стороны объемов ситуация выглядит по следующему крупные смотрите объемы также находятся на переха это как раз верхняя граница опционного канала это месячная тр к это верхняя дополнительно восходящая из нее с дополнительно маржинальная зона поэтому здесь обязательно можно сразу поставить целый лимит ну а так смотрите первые объемы защищает минимумы 77 30 ну и дальше минимумы 20 4 это на 76 85 товарно-сырьевой сектор нефть сорта бренд в силу того что вышла хорошая статистика от министерства энергетики сша по всем трем направлением запасы сырой нефти бензина дистиллятов мы здесь пока имеем восходящий приоритет тем более приоритет со стороны маржинальных зон также изменился работаем по классике через коррекции первая остановка районе 67 55 67 70 ну я бы все-таки опять же разбрасывал по усредняющей системе более интересное 66 95 67 66 25 66 50 золото страны золото и лично я ожидаю нисходящего движения несмотря на то что по маржинальным зонам обеспечения здесь сохраняется восходящий потенциал жду перелов в район 1743 1748 поэтому либо сразу продажа не знаю но может если дойдет в район 1781 отсюда будет конечно более идеально стоп лоссом выше 1792 точно такая же картина у нас идет и со стороны тактики адвер за достижение 1748 это первый момент где можно будет ждать разворота по непосредственно золото ну а так на средний срок не исключая более глубокой коррекции в район так 1700 1730 1734 фондовый рынок dax 30 здесь не успел дать рекомендацию да и соба с признаюсь не хотелось потому что пока не выйдут полностью данные не по германии не по еврозоне четкого определения я бы не делал плюс нужно иметь ориентир на основные американские фондовые индексы поэтому по dax он пока мы находимся в середине диапазона ничего не предпринимаем ждем развития американцев в принципе есть у нас куда откорректироваться они же не взяли мы точку 15000 40 если будет коррекция по американцам именно здесь тогда будем подхватывать dax на соответственно покупку так на текущий момент пока серьезных сигналов на покупку у нас нету nasdaq 100 опять же момент того что у нас не происходит взятия максимумов наталкивают на то что фондовый рынок с помощью байдена его планов налога вот таких вот непосредственно сигналов стороны крупных игроков их ставок пока дают все сигналы на то чтобы рынок откорректировался идеально конечно достижение предыдущих минимумов 13 700 13 740 и отсюда уже соответственно вставать на покупку вставать на продажу это достаточно агрессивно поэтому с этой стороны наблюдаем наблюдаем за тем что происходит в принципе можно пока сделать раз линейку по отложенным ордерам buy limit первая встреча в районе 13 800 другая уже при подходе к 13 730 точно такая же картина нам отрисовывается и по тактике адверза есть заход внутридневная терка находится в районе 13 765 снп 500 снп 500 чувствует себя намного лучше чем nasdaq ну чуть-чуть хуже чем dow jones но хотелось бы хотелось бы хорошей коррекции в район 4 160 4 170 с небольшим перелом здесь уже выхватывать данный индекс на покупку приоритет стороны маржинальных зон обеспечения сохраняется восходящий поэтому вставать на продажу опять же агрессивно достаточно большой стоп лосс стороны тактики адверза опять же перепись слова это заход в хорошую зону 4 165 4 170 и отсюда уже непосредственно откуп так со стороны dow jones а наши любимые минимумы уровень 33 645 который мы не можем взять отталкивает нас от 33 690 вот здесь можно сработать агрессивно потому что недалеко находится максимум через опять же фрактал с небольшим стопом соотношение стопа к тэйку достаточно хорошая примерно на даже один к трем если сейчас ходить так 95 но 2 до 2 с половиной практически 3 есть один к трем это будет неплохо а здесь уже тогда переворачиваться либо вставать положительный замок все на сегодня все всем профитного закрытия недели попутного тренда и до встречи на следующих выпусках